Практически у нас здесь все готово. Ледовая часть все готова. Тренировочная база локомотива вот-вот откроет свои двери, работая на стадии отделки. Завершить их планируют в сентябре. Строят те же ребята, что возводили арену 2000. Они признаются, этот объект даже сложнее. Здесь мы находимся сейчас в спортивной части. Все, наверное, заметили, что здесь у нас арочные деревянные балки из клееного бруса. В настоящее время достаточно редко применяются подобные конструкции в Европе и в мире. В среду временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов решил уделить внимание вопросам спортивным, в частности, хоккейным. Он посетил арену 2000, а также строящуюся тренировочную базу и училище Олимпийского резерва. Интерес к этому виду спорта у Врио главы региона особый. Сам увлекаюсь любителем этого вида спорта. Ну и я думаю, что если ночная хоккейная лига Ярославля не примет свою команду, то с удовольствием будут тренироваться, играть. Впечатления самые благоприятные. Очень радостно и отрадно, что в Ярославле куют традиции российского хоккея. Посетил Дмитрий Миронов и ряд градообразующих предприятий. Шины и завод отметил глава региона яркий пример реализации высокотехнологичного инвестпроекта и локализации мировых производителей на территории страны. Яшозе – крупнейший производитель шин в Центральной России. Здесь работает почти 2000 человек. Выпускает порядка 350 различных моделей шин. Объем производства в год около 7 миллиардов рублей. И это только сейчас. Планы на будущее у руководства грандиозные. В дальнейшем, почему вот это, я говорю, что это наш макер будущего, мы предполагали на этом месте 50 тысяч квадратных метров строительство нового легкового производства. Суммарная мощность до 6 миллионов шин в год. Ярославский автодизель сегодня – это одно из современнейших предприятий не только в стране, но и в Восточной Европе. Здесь производят 20 тысяч двигателей в год. Сегодня наши газовые двигатели прописаны на Уралы, на Газоны, на Галиазы, на Пазы, на Мазы. Ну, скажем так, до сегодняшнего дня мы производили их штучно, но начиная с августа месяца, когда государство выгибло субсидии, у нас планируется, что мы за оставшихся 4-5 месяцев произведем порядка 600 рублей. Объем производства, поясняет руководство, можно увеличить вдвое. На Ярославских движках сейчас ездит дорожная техника, сельскохозяйственная и прочие автомобили. Очень важно, что руководство этих предприятий заботится о гражданах Ярославской области, дает работу и несет определенную социальную нагрузку. Все, что касается продукции, которая выпускается на этих предприятиях, она соответствует первым стандартам. Продукция востребована, предприятия загружены заказами. При должной поддержке со стороны властей, считает Дмитрий Миронов, у продукции Ярославских заводов есть все шансы занять достойное место на мировом рынке. Нина Колтина, Ксения Рулева и Денис Сахаров. День в событиях.